МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомелю, студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Новый кировник Кармянского района, Сеня Андрей Турук, затвердженный на посаде старшини Райвы Конкама. Наведывание вытворчих объектов, Беларусь нафты и прием громадян. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк здействовал рабочую поездку в Райшевский район. С добросумленными работниками контракт на максимальный термин. Новое увядение процессовного кодекса наши корреспонденты обмерковали с представниками профсоюзов. Новоселы гомельских лесов на свободу с вольера выпустили высокородных оленев. А сейчас об этом и иншим больше подробязно. Сегодня в Житковичах и Карме прошли позачарговые сессии районных советов депутатов. На парадку дня одно пытание затверджено на посадах новых старшинев Райвы Конкама. Житковицкий район узначалил Александр Сидаренко. Кармянский, который сегодня наведали наши корреспонденты, Андрей Турук. Кармянщина – один из самых маляуничих и найпрыгажейших районов Гомельской области. Нездарма замежные гости называют его «маленькой швейцарой». На конт по меру это действительно так. Площа Кармянского района – 95 тысяч гектаров. По территории это самая маленькая администрационная одинка Гомельской области. Отповедная колькасть насильництва тут не самая великая – каля 14 тысяч человек. Зато и сиротых – шмат саправдных профессионалов. Подчас представления нового кероника района старшиня облвыконками Геннадь Соловий звернул увагу Минавіта на гэтый факт. Калі Андрей Турук створить свою команду высококласных специалистов, у яго усе отримается. Перед Андреем Васильевичем ставятся большие задачи. Их решать придется ему вместе с вами. Потому что без той поддержки специалистов кадрового потенциала, который сегодня есть в Корме, в Кормянском районе, решить какие-то задачи невозможно. Поэтому я обращаю внимание всех, для того, чтобы мы должны все вместе садиться к тому, чтобы те задачи, которые ставятся и президентом, и правительством, в том числе и госполком, и районно-исполнительным комитетом, должны быть выполняться. Андреем Туруку зараз 48 годов. Он родился у Гродзенской области, закончил Гродзенский сельско-господарчий институт по специальности агроном. А пошнее место працы – Саугаз-комбинат Зара Мазырского района, где Андрей Турук працавал головным агрономом. З уликом того, что Кормянский район у основным сельско-господарчий, значных проблем на новой посаде узникнуть не повинна. Ведаў и практичных в опыту – хопить. Задачи вызначаны. Яны – выканальны. Когда заглядываешь в анетировку почв по Гомельской области, Кормянский район по своим почвам стоит гораздо выше Речицкого района, гораздо выше стоит Мозырского района. Поэтому, я думаю, с вашей помощью мы все вместе со временем Кормянский район поднимем вверх турнирной таблицы по урожайности. А поскольку это не только зерно растеневодства, но и корма, значит и по молоку. То есть мы сможем произвести столько продукции, чтобы обеспечить нашим людям достойную заработную плату. Олег Сентюроу, Олеся Рудянкова, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель» из Кормянского района. Генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк с рабочим визитом побывал в Речицком районе. У приватности он наведал мясцовые объекты предприемства «Беларусьнафта» и провел особистый прием грамадян. С подробностями. Евгения Кухаронак. Речицкое радовище «Нафты» – самое бойное у Беларуси. Генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк приехал на объект не с проверкой. И он вырешил ознайомиться с умовами працы нафтовиков и тонкостями процесса с добычей черного золота. По завершении огляда пляцовки гостей запросили на беларуский газоперепрацовочий завод. Предприемство заявляется структурным подразделением «Беларусьнафты». Сюда доставляют для перепрацовки с подорожный нафтовый газ. Наступный пункт с программы – особистый прием грамадян. По попередним записи на чарзе 5 человек. Перший – генеральный директор предприемства Речиса Древ. Его хвалюют спрочные юридичные моменты в процессе организации закупок, обсталяваний и будовництва. Сегодня, отповедно закону, продумывать деяние необходимо на многие и многие кроки наперед. Однако продвачить все немогчимо. К сожалению, это не секрет, что сегодня закупки на любом предприятии – это криминогенная такая сфера, и часто попадаются работники предприятия на этом. Я сегодня обозначил тему, связанную с закупками в строительстве и закупками из собственных средств предприятия. Есть нестыковка юридическая в законодательстве, которую нужно разрешить. Са Владимирович это понимает, он дал распоряжение, думаю, будут решения какие-то приняты. На приеме так само был огучены зворот от мясцовых жахаров по наведении парадку у лесах после высякания подшкодженных древ. Жук-караед по мерковании грамадян у некоторых выпадках стал обычным прикрытием, бо после знищения участка лесополосы там застаются решетки древ, махчима с наявностью жука-шкодника. И, как казалось, эта проблема была на увазе у генерального прокурора Беларуси. Александр Канюк дал два тыдни для проверки фактов мясцовыми органами прокуратуры совместно с простовниками Державной инспекции оховы природного и рослинного света. Под час приема закринялись так само темы махлярства у сферы будовництва жилья, махчимасти отримания информации, обсудимости грамадян, яких приймают на працу у дитячей лагеры, разобраться по усіх огученных питаннях, распоряджении генпрокурора. Еще мы к Апсону выезжали, где-то были мы с ним на приеме, около 40 человек. А сейчас всего 5. Значит, люди решают свои проблемы, не доходя до чиновника высшего ранга Беларуси. И это радует. Сегодня я побывал на Буровой, посмотрел, как это все делается, как добывается нефть. Побывал на заводе, который перерабатывает газ. Очень впечатление, очень хорошее. Такое, я бы сказал, гордое за нашу страну, за нашу Беларусь. Под час визиту генеральный прокурор с гонором выконал приемную миссию. Уручил державную загороды, медали за бездакорную службу, своим коллегам, работникам Гомельской областной прокуратуры и районных органов. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио и компания Гомель из Рижского района. На минулый день президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об унесении изменения в Працовный кодекс. В первой одной из разработчиков законопроекта стала Федерация профсоюзов Беларуси. Свои пропаганды унесло и Гомельское областное объединение. Наши корреспонденты подчинялись принятыми нормами. Работа над законопроектом протягивалась два с половиной года. За этот час Федерация профсоюзов унесла больше 40 изменений по 30 артикулах. У силу документ уступит с праспавгода после его официального опубликования. Але нововведение активно обмерковывается уже зараз. У приватности это течется контрактной системы найму. Коли работник не порушает працовную и выконавчую дисциплину и он может различовать на 5-годовый контракт. Правда, заключаться он может у два этапы. Если у работника не было дисциплинарных взысканий, значит, наниматель обязан в соответствии с изменениями продлить контракт работнику на наибольший возможный срок. Ну, для примера объясню. Пятилетний контракт был заключен на два года в начале контракта. Нету никаких дисциплинарных взысканий, значит, должен был заключить на три года, то есть в течение 5-летнего максимально возможного срока по контракту. При заключении уже, если 5-летний срок контракта прошел, и заключение нового срока, значит, уже не менее, чем на три года. Вот такие гарантии даются нашим людям, трудящимся при добросовестной работе его на предприятии, учреждения или организации. Право работника принять эти предложения на эти сроки. Вы в праве отказаться, это ваше право. Положение, якое обмерковывается, бадай, наибольш активно, так званый часовый перевод. Наймальник, пораннейшим, мая право часово перевести работника на иншую працу, у тымлеку у иншую мясовость и до иншого наймальника. Але цепер гэтый процесс деталево регламентуется. До того ж, отбываться такий перевод может только со згоды самого работника. Временный перевод работника к другому нанимателю возможен в случае наличия согласия работника на срок до 6 месяцев в случае производственной необходимости это статья 33 Трудового кодекса без согласия работника на срок до 1 месяца на больший срок с согласия работника. И также в случае простоя. Новый трудовой кодекс также конкретизирует понятие простоя, то есть это временное отсутствие работы. Заработная плата будет по выполняемой работе, но не ниже того заработка, который имел работник до перевода. А про этого нововведения приближают парадок притягнения до материальной отказности. Теперь выключаются выпадки, когда работник должен выплачивать штраф, накладенный на организацию. Даже когда порушение на кшталт недокладной справозначности отбилось по его вине. У Федерации профсоюзов эту норму тлумачить тем, что в некоторых выпадках суммы штрафу работник не сможет выплатить за все же все. Подробную консультацию про все нововведения у Просовный кодекс сегодня можно отримать у правовых профсоюзных инспекторов. В интернете много комментариев по этому поводу. И насколько они комментируют именно правильно, здесь я не могу за них отвечать. Правильно, неправильно. Дело в том, что любой измене, которое Федерация профсоюзов вносила на рассмотрение рабочей группы, оно лишь только в поддержку прав трудящихся, которые мы имеем сейчас с вами в связи с принятием этого закона проекта. Вернее, уже закона подписанного президентом. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Телерадо, компания «Гомель». Первая жнивня у «Гомеля» отбудется промая линия по пытаниях организации автомобильных перевозок пассажиров. Телефонные звороты жихара у региона примет директор державного предприемства «Гомеля» был пассажир «Транс» Дмитрий Камзолов. Час работы промой линии с 14 до 16 годин. Номер телефона у «Гомеля» 23 97 24. Велич и грация. Популяция высокородного оленя в Гомельском районе повеличилась на 33 особины. Живел выпустили на волю. Обновление популяции оленя в Гомельском районе начали в 2016 году сгодно с держпрограммами «Белорусский лес» и охованного окольного осяродя и устойливое выкористание природных ресурсов. Займается этим областная организация Белорусского товариства полевничных и рыболовов. В осенью минулого года у Литвена были больше 20 оленев и поместили их в вольер площадь 8 гектаров, где яны проходили акклиматизацию. За зиму народилось еще 9 живел. И вот яны отправились на волю. Оленя в Гомельском районе выпускают третий раз. В наших лесах живелы отшивают себе добро и активно размножаются. Прижились очень хорошо и согласно учетам, то что у нас более 200 голов сейчас на территории района, с учетом уже выпущенных сегодня оленей, то приплод очень хороший. Это говорит о том, что им здесь комфортно. В худшем часе оленя могут стать и объектом полевания. Для этого популяция живел должна досягнуть необходимой колькости. Графика 1 на 50 тысяч у Музея истории города Гомель открылась выстава ведомого белорусского мостака майстра карикатуры и шаржа Анатолия Щогалева. В экспозиции больше 30 малюнков, которые мостак зрешится, зарабил для газеты «Знамя юнатства». Выразные, веселые, ироничные иллюстрации, каля года сопроводжают артикулы журналистов. Тему для работы ее натримливая случайно перед выходными, а в понеделок отправляя готовый малюнок в редакцию. Кожный чат сфера Анатолий купляет новый выпуск газеты, чтобы видеть готовый вариант. На открытии экспозиции гости доведались о том, как при створении малюнка для газеты подгадать помер деталей, правильно подобрать шрифт и колер. Бывают темы, какие-то люди стесняются. Мог ли бы ты это давать через рисунок? конечно, мог, конечно, интересно, конечно, подумаю. Сбросили несколько тем на ближайший номер, попробовал, получилось, утвердили. Сначала было много чего непонятно, как бы притереться надо. Со временем мы друг друга поняли, и сейчас мы уже год сотрудничаем еженедельно, механизм налажен как часы. Популярность в регионе Анатолий Шогалев набыл, дякуючи своим шаржам на вядомых людей. Работы он им кнется урушить им особисто. У коллекции Мастака больше за 130 зорных портретов от Александра Солодухи и Веры Брежневой до голландского диджея Армин Ван Бюрена и английской группы Смолки. Познайомиться с творчостью Анатолия Шогалева в музеях истории города Гомеля можно до 25 дневня. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Спасибо за увагу и до встречи у эфира. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сел в маршрутку держись крепче. В Гомеле 52-летняя пассажирка получила травму носа после того, как водитель резко затормозил. Как рассказали в ГАИ мужчина уходил от столкновения которое едва не произошло из-за легкового автомобиля выехавшего на главную дорогу. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Ильича. 26-летняя девушка водителя автомобиля Ситроэнгсара выезжала со второстепенной дороги и не предоставила права на преимущественный проезд водителю маршрутки. Тот был вынужден дать по тормозам из-за чего одна из пассажирок которая ехала на заднем сидении не удержалась и упала. Пострадавшую госпитализировали. Девушка водитель сама с места ДТП скрылась однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и доставлена на место происшествия. Пользуясь случаем госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения не забывать правила дорожного движения при выезде со второстепенной дороги не забывать уступать дорогу транспортным средствам движущимся по главной дороге. Смелость берет города однако нелегальному перевозчику черного металла который везло мимо управления ГАИ храбрость не помогла. Сотрудники остановили его Форд Транзит и проверили содержимое салона. Чутью и смекалка не подвели гомельских инспекторов. Просевшие амортизаторы микроавтобуса выдали тайный умысел водителя. Мужчина перевозил более полутора тонн чермета мимо здания ГАИ по улице Федюнинского. Документов на груз не нашлось поэтому нарушителю теперь грозит штраф. Назначена проверка. А в Калинковичском и Петриковском районах накануне искали грибников которые заблудились в лесу и обратились за помощью в экстренные службы. Правоохранительные органы организовали поиски без вести пропавших но к счастью в обоих случаях они продолжали всего несколько часов. Обе потеряшки самостоятельно смогли выйти из леса и найти дорогу домой. На их поиски было направлено 4 единицы техники и порядка 20 человек. Помощь спасателей накануне понадобилась и в деревне Держинск Лельческого района. Пожарные потушили там частный дом который загорелся из-за попадания молнии. Пожар повредил потолочное перекрытие и имущество хозяева не пострадали. А вот кому действительно не повезло так это жительница района которая неподалеку от деревни Глушковичи ехала на велосипеде. В женщину попала молния из-за чего та скончалась на месте. Три автомобиля быстрого реагирования поступили сегодня в распоряжение спасателей «Освода». Специальную технику которая позволит оперативно приходить на помощь к людям и выполнять широкий спектр задач предоставила на безвозмездной основе Министерство по чрезвычайным ситуациям. Передача спецтранспорта в распоряжение Гомельской областной организации «Освод» прошла на территории пожарной части на улице Олимпийской. Это две машины быстрого реагирования ЗИЛ и автофургон «Газель». Транспорт в хорошем состоянии и с малым пробегом. Автомобили позволят сотрудникам общества спасения людей на водах стать еще мобильнее, самостоятельно доставлять своих специалистов на место происшествия и решать ряд задач не прибегая к помощи других экстренных служб. Приказ о предоставлении спецтехники подписал министр по чрезвычайным ситуациям. Неоднократно председатель нашей областной организации Стельмашок Александр Иванович выходил с ходатайством и перед Министерством обороны и перед Министерством по чрезвычайной ситуации об оказании помощи в транспорте. Потому что в сложных метеоусловиях, зимних условиях мы не располагаем техническими средствами, позволяющими обеспечить безопасность людей, согреть людей в тяжелых условиях. И мы планируем эти автомобили распределить на те участки Гомельской области, которые до этого не имели транспорта для осуществления выезда на поиски, на патрулирование, на осуществление водолазных работ. На сегодня это все. Берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский металлург не примет участие в розыгрыше Кубка Салей нынешнего сезона. Такое решение принял исполком Федерации хоккея Беларуси. Как сообщает сайт Федерации, причина – это вызывающее несоблюдение регламентов соревнований, в числе которых многолетняя нарастающая задолженность клуба перед Федерацией хоккеистами, которые были вынуждены обратиться в Апелляционный комитет Федерации. При этом клуб проводил довольно активную селекцию в нынешнее межсезонье, привлекая в свои ряды в том числе новых дорогостоящих хоккеистов с громкими именами из других клубов. Таким образом исполком ФХБ поддержал ходатайство Совета директоров клубов. Теперь в случае, если жлобинская команда не устранит проблемы с хоккейным законом до 15 августа, то не будет допущено и к старту национального чемпионата 2019-2020 годов. Руководство игроки хоккейного клуба Гомель встретились с болельщиками, обсуждали состав команды и цели на предстоящий сезон. В этом году стоит задача подняться выше пятого места в чемпионате Белоруссии. Второй пункт повестки дня это представление новых игроков. Формированием команды занимался лично главный тренер Сергей Стась. Болельщиков познакомили с 29 хоккеистами, заявленными на Кубок Салея. Среди них опытные легионеры Юрий Кокшаров и Илья Серегин. Они подписали годовые контракты. Вернулся в Гомель нападающий Сергей Тополь. Руководство Рыси отмечает, что в новом сезоне будут делать ставку на своих воспитанников. Из 29 игроков 22 выросли в структуре клуба. Коснулись на встрече вопросов по выплатам зарплат игрокам, которые покинули клуб. Есть определенные претензии со стороны игроков, которые ни в коем случае не были проговорены во время подписания контракта. Это какие-то дополнительные претензии. Поэтому все, что игрокам было обещано, все контрактные суммы на сегодняшний день и контрактные обязательства перед игроками, они исполнены клубом в полном объеме. И на сегодняшний день есть определенные нюансы по выплате стимулирующих выплат, скажем так. Но этот вопрос будет закрыт до окончания этого календарного года. Хотим видеть полные трибуны на наших домашних играх. Мы создаем новую команду, вы хотите видеть новые лица, вы хотите новый стиль. Я тоже этого хочу, я хочу видеть людей на трибуне. Поэтому мы собрали группу ребят, которые хотят зарабатывать, а не получать. Завтра в румынском городе Басков стартует чемпионат мира по гребле на байдарках каное среди юниоров и молодежи до 23 лет. В составе белорусской команды 17 представителей Гомельской области, среди них немало гребцов с громкими именами. В женском каное честь страны будут защищать победители и призеры чемпионатов мира Европы как среди молодежи, так и среди взрослых Елена Ноздрева, Камила Бобор и Дарина Солоненко. В мужской байдарке также серьезное представительство в числе лидеров команды Кирилл Смоляник, Илья Федоренко и Юрий Ткачев. Завершится чемпионат мира 4 августа. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова